Здравствуйте всем любителям декора! Сегодня будем наносить мармарин с Венецией. Первый слой мы поднимаем его при помощи поролонного валика, затем высыхает, затем мы формируем рисунок. Сейчас я покажу как это делается вкратце. В итоге у вас получается после двух слоев мармарина должно получиться вот такой вот рисунок. Дальше мы, по идее, как хочет заказчик, мы наносим белую Венецию и будем полировать. Сейчас я покажу как делается. На крышку наносим мармарин, так гораздо удобнее будет. И вот такими наносим движениями. Я сделаю таким образом, потом будем шпатить и начинать формировать. Лишнее сразу снимаем. Нюанс этого материала заключается в том, что после формирования рисунка вам сразу необходимо загладить до гладкого состояния. И потом просто одно времени потратите на то, чтобы вычухать. Вот, когда начинается сдачка. Вы сформировали рисунок, сразу будем шпатить и начинать закладывать. Все, вот таким образом наносится второй рисунок. У вас в итоге должно получиться вот такой вот мармаринчик. Вот следующий этап съемки будет нанесение Венеции и полировка. Это у нас такой камин у заказчика. Продолжаем. Значит, смотрите, следующий этап у нас получается нанесение Венеции. Стараемся будем, стараться наносить будем на вот эти вот островки. И дальше полировка. Видно вообще сохрануется этот блеск, нет? Вот, вот так вот мы должны заполировать. Шпатель Венеции пьет из песни. Понятное дело, что строго на островке у вас не будет получаться нанести Венецию. Но вы будете желать. Да, здесь получается будет тонкий слой Венеции, потому что заказчик попросил сделать, чтобы прожилки были серого. Это гораздо красивее, нагласен полностью. Здесь уже... Ну, а сбоку у нас один такой же толстый слой, так же сам. Ну, а дальше войлок болгарка второй скорости. Убираем ну всё идём! Вот, да. По сути у вас получился такой эффект выветренного мрамора, можно конечно толще слой дать, но это уже в зависимости от того, что пожелает заказчик. Ну и затем слой воска и по сути на этом заканчивается работа. Воски я уже не буду вам показывать как делается, это экспериментально. Всего хорошего, до свидания. Продолжение следует...